Добрый вечер! Христос воскресе! Воистину воскресе! Но я только гляжу и думаю... Добрый вечер! Зелененький, не зелененький. Ну что? Вот только что сейчас закончили мы. Навери шороху в интернете. Я смотрю... Я же наблюдаю за всем. Я как раз... А вы мне пишите за то, что я закончил и вот выставил видео с крещением Агати. Я говорю, а я как раз смотрю это видео. И смотрю, а улыбка с лица не сходит. Вот. По крещению по сегодняшнему. Мы же ничего не подрихтовываем. Как есть, так и даем. Некоторые вообще никогда не видали, не знают. Ну что, батюшка уверен. Прямо так... Так удивительно. Да. Нету такого, нету. Я сейчас скопирую видео, обязательно сделаю такую подборку и хочу вот к этому видео с крещением, то есть сопоставить видео, как крестят в современных храмах и вот как крещение проходит у вас. Делать такое сопоставление и написать, как правильно крестить и как неправильно крестить. Но они не знают. Но мы сейчас... Мы сейчас со священником с одним разговаривали как раз на эту тему по поводу крещения младенцев. Вот он говорит, что младенцы испытывают такой шок. Вот. И сейчас вот многие тоже так и родители боятся поэтому вот такого полного погружения. Вот. Действительно, ребенку может как-то вот повредить вот такое погружение. Повредить? А обрезает мальчика это не шок, а обрезание-то. Тут ничего в воде. Ребенок из утробы, из воды в воду выходит. Почему лучше сейчас маленьких плавать? Это глупость и все. Шок. А от кого он шок-то? А ребенку режут, когда отрезают. Это как? Это операция. И однако делают. Никто хуже не делается. Еще какие ваххабиты вырастают. Кто-то тут недавно трепался, что священник делал. Ну не знаю, кто-то прямо из знакомых таких. И ребенка, вот он окунул, ребенок умер. Я говорю, что ты дурью маешься-то? Да никогда это, во-первых, не было. Это невозможно. При всем желании. Это никак невозможно. Тем более рот закрывается, окунул. Секунда одна. Это так просто. Ну нет. Есть такие, по телевизору тоже показывают занятия, как вот таких новорожденных младенцев. Они же и окунают их, они под водой плавают. Это естественная стихия. Они же очень только что из воды. И ребенок-то в околоплодной... Тем более работает рептекстер. Ребенок-то в утробе в околоплодной жительности, он же плавает там. И поэтому для него водяная среда, она, естественно, продолжение другое. Вот это, что он появляется на воздух, и воды нет, вот это шок для него. А он-то в воде защался, и в воде жил, и висел на пуповине. Ну, маленько так прикинуть, уже понятно. А то тут шок, да. Ну, вода не должна быть ледяная. Не с ольдинками. Но и крестили в ледяной воде, не умирали. Человек закаливается. А это когда в ледяной воде крестили, это Михаил Васильевич Ломоносов, священников упрекал. Они, говорят, делают так, чтобы сразу за похороны деньги взять. За крещение, за похороны. Ну, вот так, это его родители были. Мне сейчас люди заказывают. У меня люди иконы заказывают. Вот. А я наводящий вопрос задаю. А готовы ли вы к крещению младенцев? Там, допустим, знаете ли вы символ веры? Там, знаете ли, для чего крестить нужно младенцев? Вот. И пугают так людей. Некоторые даже отказываются, отходят и не заказывают иконы. Люди абсолютно не подготовлены. Я вот в этом видео посмотрел, как она, ну, крестная восприемница, читает, как она подготовлена к таинству, как она читает символ веры грамотно. Вот. Так же сейчас нет такой подготовки у людей. Люди не знают об этом совершенно ничего. Крестная-то специальная приехала из Потеряевки. Она там с завучем. Завуч. И муж у нее это фермер Игорь Барабаш. Вот этот мальчик, который подавал свечи, понамарил, это ее сын. И название-то какие? Еремия. Ты сегодня в школе найди Еремия. Ему имя Еремия при крещении дано. А старший у него брат Терентий. Но даже тут музыки-то сколько. Она, конечно, знает. А тут был журналист из московского кого-то, из комсомольской правды. Он там работал. А потом Потеряевки был. И вот для Слова Божьего нету с книжкой-то. И там в конце написано. Четыре статьи он работал в версты. Версты называется. Ну, как километры. Что, говорит, мужчина, говорит, то стать бояриной. А женщина, говорит, любая бояриня. Ну, посмотри, какая она. Ее хоть сегодня выставляй там, бояриня Морозова или что-нибудь. Она хоть куда ее поверни. Ну и рядом-то с ними стояла. Это мать Игорева. Мать. А который бритый там мужчина-то стоял на вытяжку. Это его отец. Он в КГБ преподавал. Городистов готовили. А я так и понял. Он поход. Что-то затормозило. Не слышно. О. Связь плохая. Интернет слабый. Ну да. Ну, а я, ладно, вернусь со всем-то. А вот теперь, жития святых, когда вам кто-нибудь, где-нибудь что-нибудь будет говорить, вы их прямо отсылайте сюда, скажи. Иди там, 83 ступеньки. Поднимайся. Там окажется около 3000 только ссылок на Священное Писание. Ох и тяжело было мне. И Игорь немножко побыл. Да не по одному. Все разошлись. Я один остался. Ты понимаешь, что Юрий Натич, поскольку по 5 роликов выставляли в день и больше. Больше. Два дня вчера и сегодняшние мы выставили где-то по сколько, Володя? Ну, не знаю. Не считал, не знаю. Ну, по 10, скажем так. Мы струнулись с места. Ну, 83. Это фактически за полторы, допустим, недели. 83 ролика. Это и меньше полчаса нету. Это каково. Так это надо было подготовить. Считать-то легко. Местописание выделить. Вопрос синим. Оно смотрится. Ну да, это, конечно, труд хронический. Я только смотрю на одну писанину. Сколько... Ладно, выбрать, допустим, поисковики сейчас есть. Можно поисковика. А это же надо все прописать, все отметить надо. Работа, конечно, большая. Да. Я тут поручу, может, Михаил Кальмаев возьмется. В каком ролике про что вопрос? Один или два? Один или два? Вопросы, это там некоторые задавали вопросы. Да, вот это вот. Вот это вот. Вот это вот. Это желательно сделать обязательно, чтобы не теряться, а переходить по названиям, по определениям. Люди уже поселились, говорится, в коридоре, в общей двери открываются. А уже какая квартира, это проще там табличку повесить. А это любой может сделать. Так вот, у меня полное... Я совершенно терял все. Дальше не могу. Прям тут сижу и опять сажусь. Володя что-то делает. А я на стол мешком закрылся, уснул. Задремал опять на улицу, а умыл лицо и опять скорее сажусь. Мы начинали где в пол шестого и заканчивали где-то около одиннадцати вечера. Вот и считай. А тут еще тогда деревья-то пилили, мы навозили-то. А тут пришел Николай Польгуев, попилил нам их. Ну а Володя калашматил. Ты не глядишь, что он маленький. Он как дятел. Долбит и долбит и долбит. Все расколотил. Они так трудно колятся. Ну а потом нам все это... Нам надо было ванной таскали, складывали. Мы тут... Сколько мы там? Дня три, наверное. Да. А как свободное время-то там делаем, потом бежим сюда записываем, помолились и опять туда. Вот так интересно в своем доме-то жить. Знаете, Тихоще, вот по житиям вы делали такие вот... Как говорится, разбор полетов делали. Да. Вот. И вы старались выбрать такие жития, где есть ну такие несовпадения с Евангелием, со Святым Писанием. Вот. И как вы вот так вот можете сказать, много ли святых жили по Святому Писанию? Много. Их сейчас более тысячи, да, я не помню точное число. И вот есть ли святые, которые исполняли буквально Писание? Буквально там вопросы задают, что вы нашли полезного, что можно сегодняшним людям взять за оригинал. Там вопросы-то такие, положительные. И я беру из всех житий, выбираю именно, ну не все житие, а житие, допустим, 15 страниц, а я беру там меньше полстраницы, показать. И там все взято в кавычки. Это цитаты, цитаты. Тут никто не опровергнет, ни один синод, никто. А это не евангельское совсем обращение. Но есть такие, которые прямо спрашивают, ну есть ли такие, которые выходили из монастыря и пошли на проповедь? Я повторяю, я за монастыри, за монашество, но без всяких обетов. Потому что они на этом спотыкаются. Смотришь, женился, обед нарушен. Зачем тебе обед нужен был-то? Ну, я вот так понимаю, что цель вот этих всех, как говорится, роликов была это выявить вот эти обольщения, которыми сейчас обольщаются люди, ну то есть не зная подробностей, не читая, можно сказать, житие святых. А вы вот, как говорится, раскрыли в свете Библии и показали, что не все так гладко и сладко там в тех житиях-то. Оказывается, можно посмотреть с другой стороны на жизнь святых людей, да? Да по-другому они не смотрятся. Все было бы хорошо, если бы не было Библии и Евангелия на земле. Не было. Тогда бы стояло все на месте. Это новая религия. Совершенно противоположная Евангелия. Вот что я доказываю. И доказывать-то нечего. Я просто беру, цитирую рядом библейский. Библейский я посчитал где-то у меня 7, что ли, тысяч или 3 тысячи. Сейчас даже я могу не увидеть где-то. 3 тысячи. 7 тысяч 640 ссылок только. На библейских привожу. 7 тысяч! Это надо знать. Я знал, где вкропить, какие места Писания. Они взяты, выделены. Теперь сравнивай с другими, смотри. Они враждебны против Евангелия были. Но они есть. Положительное, где было там... Знаете что? А святость? Вот святость этих людей от этого умоляется. Ну какая святость, если вопреки Евангелии? Там мы все придумывали. Становятся они... Они вот их называют святыми. Они остаются святыми в ваших глазах? В моих глазах все, что церковь признала святыми, для меня святые. Но я должен сказать, что не по Евангелию. Мне зачем их опровергать? Святой или не святой, я молюсь им. Церковь признала. Но не по Евангелию. А не по Евангелию, значит, спрос будет другой, по полной программе. Будет ангел, говорит, не то, да будет анафема. Во всей Библии четыре анафемы, все на православных. Я еще придумываю это. Кто не любит Господа, не любит Маранафа. А как любить, когда ничего про Христа не знают? Даже ангел придет, ангел, и будет говорить не то, анафема. Считай, Галатом 1.8. Я ничего не добавляю, кроме того, что отдельное место, допустим, спрашивают, как эти люди поступали, какие причины, что уходили в монашество. Я беру из разных житий. Или спрашивают, а как они молились? По молитвослову или как? Они молились своими словами. Я беру 46 житий, 46. Ну, это понятно, что человек не найдет. А где он найдет, когда он не знает-то? У меня они есть, 46 житий. Из них я беру только молитвы, как они молились. И все по порядку веду, засчитываю. Нам надо учиться у них. У Пахомия было 11 тысяч монахов. То есть вы... Ну, правильно, я вот о чем хочу сказать. То есть вы расставили такие акценты, чему нужно учиться у людей этих, а чему не совсем нужно учиться. Я так и говорю. Вот они там, какой у них устав. Я говорю, мне это очень близко, импонирует. Нравится. И у меня это все в деле есть. И в лагере везде. За столом не разговаривать. Какие у него правила. У меня эти правила введенные, без него. Я внутренним щитьем знал, что это надо сделать так. И вот они как воспитывают, как считают. Я это все показал и сказал, мне это очень нравится. Но то, что они его запечатали, и он сидит там, никому не сказал, это зарытый талант. Я привожу это место Библии. Это вы так еще, говорится, сбоку прослушали. Когда вы будете по порядку смотреть, там мысли у вас пойдут. А они ничего не скажут. Монастыри поглотили все, что было евангельского. Все перемололи в себе. У них там такое в монастырях было... Я не сбоку, я треть роликов, наверное, уже просмотрел прямо так. И некоторые по два раза прослушивал. Да, там ничего выдуманного нету. Я действительно во многом с вами стал согласен. Потому что нельзя проверить то, что вы говорите. Ну, Бог будет судить по Евангелию, по Библии. Ну, вопрос-то снятый. Меня на дорогах, еду на машину, будут проверять ГАИ по их правилам, а не по моим, какие я напишу себе. Не по китайским, а по Российской Федерации. Вот и все. Так и здесь. Бог сказал, я не сужу слово, которое я говорю, я говорю. А оно будет судить, оно. По нему будет рассмотрено на страшном суде все биографии до одной. Ну, ясно, что я это понял с первого дня. По ней надо и жить. Надо свою жизнь корректировать Священным Писанием. Почему он и говорит Тимофею 4.16 в первом послании. Вникая в себя и в учение, в себя. Что у тебя? И в учение. И занимайся этим постоянно. И поступая так, спасешь себя. И слушающих тебя. А они поступая ни в себя, ни в себя. Вы знаете, вот у меня изменилось тоже буквально в противоположную сторону. Изменилось мнение вот об этих таких мнимых подвигах святых. Вот об этих веригах. Вот. Или когда люди самостоятельно затащали себя в пустыне, колодцы там, в различные этих самых… Себя в подземелья затащали. Вот. Вы знаете, я… У меня совершенно изменилось мнение. Я смотрю на это совершенно другой стороны, что действительно люди эти не выносили никакой… Они, может быть, хотели чем-то перед Богом, как говорится, покаяться. Но пользы-то от этой мало, от этих вот подвигов. Никакого нету. Не то мало. А за это отвечать придется. Представьте, самый умный человек на две империи, Арсений Великий. И ему голос какой-то слышится, беги и молчи. Как это так? Господь дал язык. И написано, бессловесная скотина, вот собака, она визжит, больше ничего не может сказать. Человек – язык есть. Научу беззаконных путям твоим. Мы же читаем 50-й псалом. Как ты научишь-то, когда ты один? Кому ты будешь говорить-то? Господь говорит, я не говорю, чтобы взял из мира. Об этом речи нет. Но чтобы сохранил от зла. Это Господь Отцу Небесного молился когда. А здесь именно наоборот. Высосали силы. Мусульманство возникло на этом. Как Андрей Кураев говорит, за шесть столетий ни одного Кирилла Мефодия не послали. А налоги брали. Это бища, это наказание. И главное интересное, мусульмане против колокольного звона и против монашества. Самое главное. Они нам как бы долбят и показывают. У них нет колокола. Они залазят на минарет и кричат. И кричит он по делу не просто так. Он считает суры, аяты. Ну а переделаны на то, чтобы он... Допустим он кричит. Аллах! А он кричит. О правоверное, вставайте! Пойти в мечети-то намного лучше, чем лежать на постели. Что Аллаху скажете потом? А люди идут. Они слышат голос. А у нас колотит. Ну да, колокол похожий на голову. А который бьет, это называется язык. Язык у колокола. Но это не голова, не язык. Еще там нету. И вот они начинают ногами дергать. Там 30 колоколов. Посмотреть, нужно ли это. А мусульмане запретили. Поэтому у них одна доска висит. Деревянная. И в доску они били. Созывая монахов на моление. Для нас учителей-то 2 миллиарда Бог поставил. А вот как вот быть с теми людьми, которых сейчас называют светильниками. Вот. Которые где-то в затворах. Вот в одиночестве. В таком. Молятся Богу. Их называют светильниками. Молитвенниками. За целую, допустим, руку. Нам можно все сказать и назвать. Так вот. Иларион. Троицкий. Это ближайшая правая рука патриарха Тихона. Его из лагеря выпустили умирать. Он до дома не доехал. Умер. И он об этом говорит. Ну, мнение такое. И дальше он приводит. Это у меня все в этих роликах есть. Это там перед концом. Что самый плохой монах. Это все-таки лучший. Самого хорошего мирянина. Вы откуда эту бредню-то, говорит, взяли? В мире живущий человек всегда являлся примером для монахов. Бог показывал. Когда они искали, а кто больше меня подвизается. И Бог показывал на людей, которые в мире живут, а не на монахов. И кому? Самому великому. Антонию великому. Антонию. И Бог ему указал. Иди в соседнее селение. Там две женщины. И он говорит. Что вы? Как живете? Какие святые? Какие святые? Мы, говорит, прошлую ночь с мужьями ложе разделяли. Ну, а дальше-то он все узнал, что они не родные, а за родными братьями за двумя. И семь лет живут, и ни одной ссоры не было. И мы хотели в монастырь уйти, и это пропитано было. Но братья не отпустили. И мы решили тогда здесь так подвизаться, чтобы как в монастыре. Вот и все. Какая польза так? Интересно, те монахи, которые вышли к людям... Я, может быть... Да, говори. Да, не, не, продолжайте, я потом... Те, которые вышли к людям, они говорили. Это записано, как Иероним Стридонский. Какая польза, если я буду там сидеть? Николай Чудотворец Мирликийский. Ему это было сказано. Все, которые вышли в мир. Ну, возьмите это за эпиграф. Что интересно, как бы они не хвалились там этими подвигами. Комарам отдал себя там. Резали, давили, жгли. Но эпиграф взяли. 13.7. Послание к евреям. Поминайте наставников ваших. Какие? Запятая. Которые... Ушли в пустыню? Нет. Которые проповедовали вам. Которые проповедовали вам. Их поминайте. Прямое указание. И взирая на кончину жизни их, подражайте вере их. А много ли таких? Я делаю процент. Показываю. А где? Прямо по слову Божию. Первый век. В первом веке они никуда не шли. Четвертый век это все породил. И какая причина? Мир обмерщился. И мы решили уйти, бросить мир. А где вы нашли такую заповедь? Надо идти в мир и проповедовать. Сектанты туда идут. И смотри, как они наполняются. Самая быстро растущая секция Свидетель Иегова называет себя. У них любая бабка. Она на ходу. А здесь запирают и сидят они. Они молятся за весь мир. А я еще молюсь. За одну кошку. В церковь. Придешь. Вот этот раз мы были. Поминают живого и мертвого. За одно имя 50 рублей. Да я миллионером был бы. Если брал за это деньги. Мы каждый день молимся за весь мир. За всех президентов. За бывших, ушедших. За изобретателей. За Израиль. За Японию. За Украину. Произносим это все. Они молятся за весь мир. Да как они еще молятся-то? Из-за них Россия погибла. Молельщики. Есть такое выражение нехорошее. Россию это пра. Вот и все. Они молятся. Молитва должна подтверждаться делами. Пониманием. Вот здесь в полный голос все сказано. У меня последние два ролика почти полностью об Игнатия Брещанинови. А как вы можете? А я ничего не говорю. Я просто цитирую его. Какой том, какая страница. И все указано. В том страница. В том и страница. Ну, со мной не надо разговаривать-то. Считай, смотри, бери книгу. Да, я книги редкие достал. Иноческие уставы. Как ребенка берет, издевается над ним и бросает его в реку. Поймали. Это все выставлено. Древние иноческие уставы. Я показываю, кто, какая страница, какой пункт. Как он может опровергать? Это не я же уставы писал. Это вы не сиськи у Пахомия. Игорь Петербург. Натисыч. Да. А вот я, может быть, еще не дошел в ваших высказываниях о житиях святых. Вот, может быть, еще не встречал такого. Вот какое у вас отношение к блаженным? Каким блаженным? Еродивым? Кам? Еродивым, да. Ну, какие блаженные. Дурь. Придуряться не надо. Да где Господь это велел? Нас почитают такими. Считают за глупость, что мы говорим, что Бог воплотился и умер. Это называется юродство проповеди. А не то, чтобы он что попало делал, голышом бегал. Он там где-то видел юродивую Русь. Этого нигде нет. Это выдумка. Это как какое-то проклятие на русский народ. Отдельная книга юродивой Руси. Бог дал разум. Чтобы человек разумом возвысился над тварью. А он юродивый. А он мог сказать. Он мог сказать это Василий юродивый. Мог сказать Ивану Грозному. А зачем ему было говорить-то? Зверь насытился кровью и умер. Кому надо сказать, сказали. А он перед ним вот ломается. И ты постишься, а живое мясо ешь. Он лови его, а его уже нет, убежал. Ну и что он узнал? Перестал. Он идет в Новгород казнить и казнил их. Каждый день по 700 человек. Как Жуков. Юродивая, блаженная. Она подошла, владыка, меня благословите. Вот я хочу юродствовать. А зачем тебе юродствовать? Ты от рождения дура. У тебя на лице это написано. Я не знаю, как к этому относиться. Пока еще насчет этого. Вот у меня есть сомнения. Все-таки рождались же люди такие от природы. Они чудаковаты. И все-таки через них вещал Господь. Были же такие люди со странностями. За спасение жизни один раз придурялся Давид. Он распустил слюни по бороде. Когда у царя Анхуса был. А царь узнал. Говорит, а зачем мне? У меня таких своих хватает. Выгнали его. И он этим спасся. Больше нигде этого нету. Наоборот, человек мудростью спасается. Одному знание дается. Другому слово мудрости. А он ничего не говорит. А он делает наоборот. Его считают блудником. Он там что... Считаешь просто страшно. Он матерится. Это все ему дозволено. Да где это видно? Вот этот остров поставили. И там Петр Мамонов играет его. Он юродствовал. Ну и кого привел он? Наша задача свидетельствовать о Боге. Нам ума не хватит понять. А еще юродствовать будем. Нигде столько юродиев. У них нет столько на Руси. У них и сказки такие. Имели на пищи поехал. Говори. А как вы вообще... Как вы объясняете юродство проповеди? Как вот можно объяснить это? Юродство я уже объяснял сейчас. Вы просто прослушали. Для язычников понятно было. Гора Олимп. Прекрасные рощи. Живут боги. Дерутся блудят. Все понятно. И вдруг плотник из Назарета. И он бог. Это для всех было действительно шок. Юродством. То есть глупостью проповеди. Весь народ считал это дурь. Что вы придумываете? Кого он мог спасти? Этот плотник из Назарета. Он себя не мог спасти. Вот проповедует. Еще по Павлу. И вот это юродством проповеди. Павел говорит. Я решил прийти к вам ничего не знающим. Кроме Христа распятого. Юродством проповеди. А не юродивы. Я буду ломаться. Юродство. Которое мир считает за дурость. А мы это выставляем на первое место. Юродство. Мы верим, что Иисус умер за наши грехи. Как он может умереть? Ну умер. Он воскрес. Как? Из мертвых? Да, воскрес. Это юродство считалось. То есть юродство означает дурь. Дурь. И мы этой проповедью... А вот... А Христос, когда говорил притчами, это можно назвать юродством проповеди? Нет, тут все нормально. Там юродства не было. Юродство на первом месте это крест Голгофа. И то, что он бог. А что он бог, он запрещал говорить до времени воскресения. Поэтому юродства никакого не было. Нету нигде. Юродство было только... Это для язычников, которые не могли нормально слушать даже. Юродство в проповеди. Глупость, дурь. Как даром? Даром спасает Бог. Он наши грехи взял на себя и омыл нас кровью своей. Что попало? Вот это они считали юродство. Дурь. Иудеи, требующие детства, елены ищут мудрости. Какой мудрости? А мудрость у них по богам, по божествам. Вот житие святой великомученицы Екатерины об этом. Она начала по всем богам. И другие там говорят, вот вы какую считаете Венеру? А Венера еще кто-то начинает. Да тогда и та же Афродита. Блудница. Она блудила с Аполлоном. И это вы ей покоряетесь. Поэтому ваши жены такие. Они знали их жития. Жития этих, ну, биографии написанных богов. Но они писали и святые обличали их в этом. Как вот Данил Сысоев по Корану. Он по Корану шел и показывал, кто он такой. Как это? Один и тот же любовь, а Бог, Аллах и Его. Так что рассматривать житие святых во свете Библии урок дан. И когда они дадут до последнего урока, а они будут уже другие. Такого материала в интернете нет. Я могу сказать и не будет. Потому что взято все положительное и все отрицательное. А они ни жития не знают, ни Библии. Я вот действительно могу подтвердить, что евангельский свет, как говорится, ну, я не знаю, можно так сказать, но он закрывает, можно сказать, затмевает все вот эти вот, ну, все вот эти жития. Я даже немного расстроился, если честно. А им непонятно следующее. Если вы так говорите, и опровергнуть не можете. Второе, непонятно одно. Как вы их можете признавать за святых? Вот главный-то вопрос. Что это не по Евангелию? Тут вопросов вообще нет, это снято. Но как вы можете им молиться? А у меня вопросов вообще не решается. Я православный, я принял все как есть. Но у меня есть разум, которым я показываю. Это неправильно. И поэтому неправильно я показываю, как выйти из этого положения сегодня. У меня конкретная программа, конкретная. Я до одного шага высчитываю. Когда в местной епархии мы предложили вместе на благовестие пойти, что нас объединяет. Мы все сказали, сколько человек, где мы ночуем, какие продукты брать с собой, сколько евангелий. И дальше приезжаем на село, договоримся где. И мы обжимаем его со всех сторон к центру. В три часа дня собираем людей в клубе или на стадионе. А дальше вы говорите 15 минут. Я говорю, Московская патриархия и православная русско-зарубежная церковь, к которой мы относимся. Но концовка одинаковая. Мы всех людей приглашаем в храмы Московской патриархии. Вот что нас объединяет. Мы к себе-то никого не зовем. У нас это не положено. А то у нас не принято. Это запрещено звать к себе. А как же так? Ну, когда просится человек и крепко просит, тогда разрешаем прийти на один раз. А почему так? Потому что мы, может, карикатура перед Богом. Вот сейчас только позвонили, а она в другой деревне живет. И к ней женщина одна, она как будто нас знает, просится прийти, приехать у нас побыть. Ну, проверю, а день как следует, да и все. И вот прошлое на занятиях у нас была, которая против меня свидетельствовала, просила прощения-то. 26 лет прошло и Господь ее нашел. Надо уметь ждать. Я вот недавно смотрел, можно сказать, подавчера смотрел фильм, сделали какой-то новый фильм про Матронушку. Как она исцеляла там актер известный Караченцев, еще там певица какая-то. И вот передача, наверное, больше часа про Матронушку. И ни слова о Боге они не сказали. Вот Матронушка исцеляет, Матронушка вылечивает. Я молюсь Матронушке, Матронушке помоги. Вот. А слово Бог, Иисус Христос даже ни разу не говорит, как будто Матронушка, она имеет власть такой, излечивать болезни всяческие, понимаете, как. Точно. Народ вот на это настроен и идет с такой методом. Они до этого Ксению Петербургскую так же, но закончив канонизацию, они сразу ее забывают, пошли дальше. Матронушка. А Матронушке, когда материалы собирали, и насобирали такое, что она сильно обличала священников. Они это сразу все выщеркнули, сказали, это нельзя. Это не жития, это выдуманное все. Они лгут, им верить нельзя. Мы благодарны Богу, что Господь дал нам азбуку. Это все записано в книгах. И есть Святая Библия. И во свете ее мы теперь проверяем, смотрим, сходятся или не сходятся. Идите по всему миру и проповедайте Евангелие всей твари. Пусть они это перейдут. Почему священники не объясняют людям этим, что вы молитесь Матронушке, но что Бог помогает вам не Матронушка, а Бог помогает по молитвам Матронушки? Почему люди этого не знают? Или они не хотят этого знать? Они боятся свою пасту, боятся потерять ее. Я знаю, какая причина, почему они так. Они боятся правду сказать народу. А нужно говорить, как сказал пророк Иеремия. И как пророк Михей говорил, так говорит Господь. И все на этом закончилось. Я слушаю, что мне скажет Господь. Они этого не знают. У них нет пророческого гласа. Они бесчувственные. И что они скажут? Это приносит прибыль? Да. Они ее захватили мертвую, повезли сейчас по Сибири, привезли. И там везде Матронушка, то гала видно на небе, это как солнце видно, то радуга, то что-то. Какая это вера-то? Это вера из одних предрассудков. Нам нигде не сказано молиться им. Нет. Так а вы молитесь? Ну я молюсь, я православный. Я молюсь. Но если я беседую с тектантами, я не буду им говорить, молитесь Матронушке. А они спрашивают, а как вы можете молиться? Вот этот я ролик выставил о крещении. Ну как же, когда святые отцы Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст крестились 20 лет. А у вас ребенка крестят? Да, крестят. А что это правильно? Правильно, но только редко. Крестить только у тех, которые истинно верующие и будут по слову Божию учить. А почему? Потому что оно прообразовано было обрезанием. Обрезание это завет с Богом. Согласны? Согласны. И крещение завет с Богом. В каком возрасте было? В восьмидневном возрасте. А какой завет в семидневный ребенок мог сделать-то? Ну 17 глава бытия, считай. Все встало на место. И на 7-14 первое послание к коринфянам. Иначе дети ваши были нечисты, а теперь святы. А почему они нечисты? А в беззаконии защяты, а во грехе родила меня мать моя. 14 глава 4 стих книга Иова говорит, кто родится чистым от нечистого. Точка. Не один. Не один. А почему дети святы? Даже Мартин Лютер это понимал. Потому что два. Один верующий, другой неверующий. Верующая половина крестила детей. И в крещении они омыты кровью Христа. И дети теперь ваши святы. Когда Господь говорил, таковых я царство небесное, это не дети Ирода были. Это еврейские дети обрезаны в восьмой день. Надо еще договаривать, кому говорил Господь. Надо в эту обстановку войти. Вот дали мы по шитиям святых с разбором по Слову Божию 83 ролика. Отсылайте туда, пусть слушают. Я знаю, они будут со скрежетом зубовным, но будут лезть в следующий ролик. Они на одном не остановятся. Они будут лезть туда. Они будут придираться. Я не так одет, не так слова сказал где-то. Эта суть это не меняет. Потому что текст идет перед глазами. Текст. Он крупно сделанный. Понятно. Что толковать-то? Бог дал. И мы рады. Я не думал, что мы закончим. Володя собирается уже в Потеряевку скоро ехать. Я так торопился. Без него-то я ничего тут снимать уже не будем. Вот второго мы должны поехать в консульство английское. Вот тут вопрос. А уже дальше, после второго, то если все благополучно будет-то, ну речь идет уже на свою ставку потянем. Там пока известий никаких нет. Они сказали там пока работают и будут работать. У нас есть цель. И мы к ней идем. Из Англии сегодня пришло. Поздравляют. Ждут. Ждут просто. Из Финляндии. Что интересно в Финляндии особенно удивило. Запрос сделали в Патриархию. Патриарша эта церковь. Патриарша. И Патриархия дала добро навстречу со мной вообще. Да довольно интересно. Что делается. Что они экспериментируют или что. А там какой игумен тот говорит. А мне указание какую роль играет. Мне есть человек интересен. Я впервые вижу человек ни перед кем не горбатится. Он говорит так как есть. Я желаю встретиться. И моя паства желает. И все на этом. Держат их под зеленым. Ну и натищи. Это значит то что. Они пригласят наверное вас выступить в соборе. Да. Да не знаю. Может библиотеки какой. Они начали там. А вы не имеете права. Вот сегодня на меня один вышел. Тимофей. Хороший парень то видать. Ну видать. Ну недавно там что-то застерлигова. Он выходил уже на меня. А сегодня вот. Оно у меня сейчас закачивается его. А. Попутно сказать. У меня с вчерашнего дня стало закачивать раз в пять медленнее. Почему? То ли что-то сбилось. Надо смотреть. У меня очень хорошо идет ужатие. Ужимает намного быстрее Володинова. А я ему отдаю. Он вставит. Он почти все вставит. Ну поставлю ее. Она часа четыре на один ролик крутит. Ну куда это годится. Это надо с Виктором говорить. Виктор придет. Вот если бы вы были рядом Я бы вам сегодня подарок сделал Из Потеряевки привезли березовку С медом ее Но она если даже Закиснет Она не теряет качества свои Если Господь благословит Мы можем с собой захватить Надо консервировать Ну она консервируется В нее бывает изюм пускает Или еще что-нибудь Но конечно не коагулянты эти называют Пускает там Разные эссенции Этого нельзя делать Для почек это природный продукт А что консервация-то Вот она кисленькая Бывает то маленечко чуть соды С медом разведешь и все Чуть-чуть-чуть Она тоже кислоту все убивает Она только кислоты добивает Добивает Мы в детстве собирали А сейчас наши дети Наверное не знают Что это такое Да У нас тут в деревню ездили На Пасху-то И Сергей ездил Пупков А собаку ко мне привел Мы тут с ураганом были Он был здесь Мы сфотографировались Ну он готов к поездке Готов Полностью У нас один вопрос Так и непонятно С Англией как будет И должен запасной вариант По Франции быть Где оставить Если не пропустят Потому что Они ставить надо укол При них Но нынче говорят Будто бы это снимают Тут нехорошее известие Пришло об Украине Будто бы на Украину Пересекать к ним Туда территорию Не разрешают От 18 до 60 лет Мужчинам Это от страха От 16 От 16 Ну и что У нас-то Один я прохожу только Ну мы-то Они имеют в виду на Украину А нам-то Украина не нужна Мы едем по дороге Через Украину Мы бы перепрыгнули Через нее Я думаю Что наверное Это учитывают они Иначе они тогда Закрыть должны Все таможни Им-то это зачем Да Они должны это учитывать Обязательно Конечно Сколько отразит Идет И в Европу Люди едут Мы по прямой идем Нам пропустили Как здесь Нам прошмагнуть Скорее в Румынию Дальше Болгария Я не знаю Конечно Мы молимся Начинают говорить Что-то Я говорю Я со всеми согласен Только над нас Это почему-то Не срабатывает Бог Бог И поэтому Мы доверяемся ему Вот это Вот сейчас Только мы закончили 83 ролик Володя будет К утру уже загружен Наверное Мне все известно Это насчитано Из моих книг 7-8 том И все равно Я заново Все пережил Я переживаю Куда зашли Сколько потеряли Каких людей И все туда Гробили и гробили Монашество Но к миру Не пошли Не пошли Ну и результат Какой Вот они говорят Игнатия Брещанинов Ну говорят Ну а какие доказательства Никаких Я привожу здесь Книга Номер такой-то Их 7 томник вышел 7 Ну небольшие книжки Как у меня симфония И Какая страница И дальше в кавычки Выдержка Но у них-то ничего нет Если я говорю Вне церкви нет спасения Илариона Троицкого Я из его книги Цитирую Если они о Муниосе Говорят Там Филипп Этот Как он его Владислав Или как-то это Вот Я привожу Какая страница И выдержки Выдержки Из этих книг Вот и все Они ничего Не могут сделать Никак Только так Что отмахнуть Не надо Это Не надо Как не надо Когда уже выпущено Уже Канонизируете Тихо Но ведь Не было Ничего подобного Вообще Такого же Об этом даже И никто Намека не давал Никакого Вот о таком Разборе Да Не было нигде Обычно как Они паразиты Они собрались Дармоеды Нет Это были Труженики Высощайшего класса Я говорю не об этом Я говорю о Евангелии О Слове Божьем Вопреки Слову Божьему Они высасывали Силы из народа И не давая Потомству Уходили в песок Вот в чем дело То Индия была Уже православная Они потеряли ее Это житие Варлама и Асафа Я делаю Подробный разбор Разбор У меня в кавычки Взяты Определенный пакет И туда вставлен Дальше Что об этом говорит Евангелие Вникай в себя И в учение Вникай в жития И в учение Такого материала Не было И не будет Они не знают Ни Библии Ни жития И совесть И совесть Спит Они не страдают Что с покаяния Перед евреями Что они Заступали за них Как должно И отдали Гитлеру На растерзание Почему русские Не говорят об этом Бей жидов Спасай Россию Это русская Наработка А они все Пошли Бит Еще говорил Министр внутренних дел Они пойдут Все в революцию И евреи Это еврейская Революция была Это никто Не отрисает 95% Состава Правительства Были евреи Надо говорить Об этом А мы опять К тому же Подошли Бороться надо И бороться Только Евангелем Молитвою А не так Они Сами себя Не помнят Я об этом Говорю Говорю Потому что Монашество Сегодня Монастыри То есть Они нужны Повторяю Нужны Но с другой Ориентацией Из картошки Из хлеба Делают водку А можно Хорошие пироги Сделать Но Ориентацию Вот если Взять Вот эту Ориентацию Вот Есть ли Сейчас Вообще Такие Монастыри Которые Готовят Таких Исповедников Есть Только У католиков Вообще Выставители Монахи Из Литвы На меня Вышел Католик Мы с ним Переписываемся Он живет В гости И он Говорит Вы говорите Так Но это же Неправда Я говорю Как неправда Ну у нас же Монастыри Специально Готовят Проповедников Где у вас У католиков А я то Разбираю 12 томов Жития Димитра Ростовского У России Ну вот так У них Как раз Так и делают Они Монахи Образуют Университеты Да где у нас Монахи Университеты Образуют Они посылают По всему миру Поэтому Северная Америка Южная Америка Австралия Все везде Католики Почему Миссионеры А у русских Еще не надо Миклуха Маклай один И на этом Закончили А у них же Вот эти Университеты Всегда были Да Конечно Возьмите Лучший Иллюстратор Библии Кто Католик Юстандор Почему Не православный И мы Так можем Сколько угодно Говорить Брать Они Открыли Америку А почему Не русские На русский Аляску Открыли Там где Были Но дальше Это дело Не пошло Они ее Населили Не русские У русских Каких пределов Порт-Артур Финляндия Польша Это все Русские колонии Были Надо нести Слово Божие Живое Истинное И тогда Никакого Упрека Нигде не будет И родственным Проповью Спасать Ну что Уже Полдвенадцат Они Ничего себе Ну там Если Были Какие Трудности Обращайтесь Там Я сейчас Слава Богу Мне полегче стало Вот это Вот Загрузка У меня Что с ним Сделалось Почему Он перестан Загружаете Через Какой браузер Через Хром Через Хром Я делаю Все Как Было Давайте Я сейчас Побыстрому Посмотрю Посмотреть Может Что-то Где-то Сбилось Через Хром Я загружал У меня Шло Нормально Потише Его Но Заканчивал Быстрее Давай Тогда Отходи Глуши Нас Или Как Я могу Сейчас Открыть Вы Там Открыли Это Сядьте Мне Этот Тайм Вивер Сейчас Вам Дам Тут У меня